всем привет дорогие друзья приветствую вас на нашем канале тугарыча и сегодня мы пройдем спецоперацию марс на уровне сложном хочу высказать ребят свои некие эмоции также поговорим о тактике тактика все-таки здесь небольшая но тем не менее есть и выскажу некий свой опыт при прохождении данной спецухи сразу ребят замечу проходил на pts пробиться было нереально сложно игроки скажем таки нашей команды не смогли зайти на pts тем не буквально наверное повезло пробиться на pts ребят даже не представляете насколько сложно туда зайти да то есть это просто мега ужасно и по московскому времени где-то в 3 часа ночи я попытался это сделать и у меня это получилось хочу заметить что pts отличается тем что у кого-то получается зайти туда сразу как бы у кого-то нет и от это скажем таки зависит от неких определенных нюансов на вот как я предполагаю донатит человек или нет но это уже отдельная история итак ребятки спецоперации марс уровень сложном первоначально нам дают скажем таки в этой спецухи поиграть за робота седа 2 до и в арсенале в оружейном арсенале он имеет оружие аркус это плазматическое ружье которое имеет изначально два режима стрельбы это но переключается ребят все банально просто на единичку то есть вот эти два режима они переключаются на единичку на циферку на клавиатуре да в принципе все три режима то есть а в дальнейшем уже при прохождении когда вы открываете некий третий вариант данные модификации данного оружия плазменного ружья аркус то вы уже имеете как бы третий вариант самый более мощный такой более крутой вот начнем с первого это автоматическая такая стрельба одну как бы грубо говоря у вас автомат в руках там какой-то плазматический автомат сколько патронов из него высадить можно безнаказанно до перезарядки или до перегрева так называемого точно ребят не скажу но тем не менее в принципе первый вариант использования более подходит именно для ближней дистанции на мой взгляд второй вариант использования то есть когда вы прожимаете циферку 1 это уже варианта некой плазменной снайперской винтовки и этот вариант конечно же сейчас ребята вы видите у себя на экране этот вариант более таким приемлем для дальних дистанций и обычных противников ботов седов 2 до на он вот это плазматическое ружьем варианте снайперской винтовки он как бы ваншоте при попадании в голову на уровне сложно то есть на профи спецоперации спецоперацию марс ребят я не ходил я не запускался я лишь два раза прошел сложку получается ну это самое крайнее последнее прохождение ребят вот и тима здесь изначально собралась достаточно сильная вот и я был конечно же этому безусловно рад кстати ребят большое спасибо за то что ну прошли со мной данную спецоперацию она действительно крутая прикольная замечательная вот и эмоции меня как бы переполняют то есть я буду честным не реально понравилась спецуха кто бы что не говорил да есть разные люди кому-то она типа не зашла и некоторые игроки писали в чат ну как-то чё-то там одно и то же там что-то в этом духе ну мне ребят понравилось но это уже в дальнейшем как бы я озвучу именно как бы те факты как бы именно на которую я основываюсь на по именно для своих неких выводов на третье ребят модификации которую вы получаете за индивидуальное прохождение то есть в дальнейшем ребят зайдем в некие комнатки и там у нас на этажах на этажах будут располагаться некие сектора как бы скажем таки или комнаты до в которой мы можем зайти нажать кнопочку и очень важно когда вы заходите там нажимаете кнопочку и чтобы вы зашли один и не позволяйте игрокам своей команды туда заходить потому что вдвоем вам не нужно отправляться на некое испытание поскольку модуль всего лишь будет один именно вот в определенной комнате как бы да там ребят пять игроков нас команде пять комнат и каждый должен найти как бы на свою вот эту комнатку и запуститься на некое свое испытание по своему некому маршруту в дальнейшем и в конце получить этот модуль бывало по-моему на легкой на легком уровне сложности на сложке некоторые игроки сливались там не проходили данные маршрут и не получали модификацию для оружия для вот этого плазменного ружья аркус то есть третью модификацию и конечно же им было в дальнейшем будет сложнее уничтожить им противника босса данной игры но это все равно возможно как бы сделать но для команды это будет небольшая нагрузка сейчас ребят мы убиваем вот этого никого робота да то есть под неким названием обе вот здесь я решила специально ну как бы побежать и показать вам вот эту анимацию анимацию уничтожения данного робота обе причем вот это название обе мне напоминает что-то типа песик некий такой да то есть обе вот в данном случае песик робот но он как бы злой он играет типа против нас и тактика его уничтожения ребят типа в моем понимании это стрельба из плазменного ружья а в дальнейшем уже сразу переключение на автоматический огонь на типа обычной стрельбы как бы автомата до плазменного и уже уничтожение вот этих неких ракет которые вылетают над ним здесь мы видим что вот этот робот ребят обратите внимание он уничтожил наших седов то есть он просто взял и своей такой некой лапой до механической к лишнюю там ну грубо говоря лапой все-таки он раздавил нас и к сожалению наши седы погибли только там что-то зеленое с них полетела вот соответственно второй некий этап это этап игры за наших обычных персонажей и здесь я думаю тоже будет не все так просто тем более на уровне профи сколько риса лак ребята брать на профи возможно то есть я не знаю то есть то скорее всего предполагаем мы конечно же что от нарезал к но кто-то говорил что может быть и три резал ки но черту знает нужно запуститься и проверить жетоны ребята у меня закончились на этот момент как бы то есть было у меня 5 жетонов и вот последний 5 жетон сейчас ребят при прохождении я спит но как бы трачу именно хотел вам отдельно записать сложку и уже рассказать что к чему как здесь и именно все это дело проходить но игра за наших обычных персонажей персонажей она достаточно обыденная такая просто бежим стреляем до поры до времени когда мы добираемся именно до скажем некие некой такой полосы препятствий где нам предстоит уничтожить роботов и пройти некую полосу препятствий которые подготовили для нас вот именно blackwood тогда компания злобная компания blackwood кого-то она там испытывала и в дальнейшем уже такая предыстория идет ребят замашка на некую третью часть то есть будет следующая часть спецоперация следующие ребят когда выйдет она будет конечно же являться продолжением и там мы будем сражаться скорее всего против снег против некой команды которая была сформирована из игроков типа варфейса якобы да то есть и мы будем сражаться против бывших своих сослуживцев отряда варфейса то есть этой стороны стороны варфейса в данном случае ребята на уровне с ложки в принципе можно тупо даже где-то и пробежать через эти лазеры но к сожалению здесь тоже минус есть поскольку бывает именно как бы такой нюанс вроде лазеры перед вами вот эти красные пропадают вы бежите как бы да то через них и в какой-то момент они уже начинают типа загораться и вы пробегаете вроде перед вами нету еще не светится вот эти лазеры но при этом дамаг по вам пролетает поэтому будьте бдительны и вот что-то подобное замечал к сожалению не знаю ли это фишка игры либо какой-то небольшой баг не имея пока представления но типа если что-то перед вами начинает светиться небольшое такой полупрозрачные там практически да незаметно то пробегая через вот эти лазеры я получал дамаг и был недоволен этим потому что вроде пробегая ничего при собой не вижу но давать получаем также небольшие противники эти это роботы в принципе ну за роботы за убийство роботов насколько я знаю вроде как дают какую-то нашивочку маленьких паучков роботов ребят но скажем таки как убийство они не засчитываются и здесь вот видите это некая вторая полоса препятствий здесь уже появляется сверху боты которых нужно уничтожать отстреливать и аккуратненько перебегать через вот эти лазерные решетки в какой-то момент видите игроки они тоже как бы стопятся поскольку понимает что если да 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 вот лазер начали начали здесь в данном случае появляться уже передо мной я вот по двум лазером просто пробежал на здесь я бежал просто как мясо откровенно то есть такая мясная котлета бежала сливалась ребята были такие вопросы сложнее ли это спецоперация по сравнению со спицухой восход на первоначальное мое мнение как бы ну и впечатление было да по той причине поскольку я уже не помню конкретно ребят но мне кажется что я не пересматривала видеоролики но когда мы проходили восход именно до восход сложку то на птс мы проходили то вроде там было все была возможность брать всего лишь одну рисовку от кт до кт в данном случае на спецоперации марс ребята здесь и 5 рисок от кт до кт и на уровне с ложки но у нас ложки да то есть 5 рисок вы можете брать и это как бы гораздо легче то есть гораздо легче пойти что же касается спецоперации марс на уровне легко то там бесконечно можно огромное количество брать резки насколько знаю вроде как даже до бесконечности то есть можете история сок наверное потратить конкретно я не проверял как бы но пройти тем не менее все это дело на уровне на легком уровне можно что же касается именно вот этих противников которые сейчас вы которых вы сейчас у себя видите на экране ребят это паучки некие да то есть на и здесь ребят нужно держать три стороны давайте вот насчет тактики то есть я сразу ребятам говорю я держу третью сторону правую сторону держу и по возможности я поворачиваюсь например налево и пытаясь помогать центр то есть моя основная задача держать свою сторону то есть и вас 5 игроков советую конечно же для вас то есть чтобы один игрок смотрел право другой игрок смотрел левую сторону один игрок смотрел центральную именно стрелки то есть именно стрелки смотрели три стороны а уже четвертый стрелок игрок и медик например они как вариант просто помогали то есть они были более динамическими и время от времени конечно же смотрели только те стороны которые активны зачастую активны только две стороны то есть самый такой максимальный вариант этого левела на активные две стороны откуда на вас бегут вот маленькие роботы паучки а говоришь также что они тоже сделаны достаточно прикольные не обычно ранее думал что они просто будут тупо бежать на вас добегать и взрываться но они еще могут и прыгать как бы да то есть у них в конце такая анимация из прыжка способность точнее да это типа прикольно сделано меня приколол да когда не добегает первично в первом варианте когда мы прошли с ложку или проходили пыта или пытались пройти поскольку один раз ложку я слил к сожалению мы дошли до босса и там слились вот поскольку один игрок вылетел к сожалению у двоих не было резок а двоем и босса не заточили на сложке спецоперации марс то соответственно как бы нужно таки быть бдительно вот в этом плане далее ребят проходим здесь уничтожаем обычных боссов и также расстреливаем турельки которые здесь вот собственно говоря появляются но паучки ребят когда начинают до вас добегать вот эти мелкие паучки они доставляют немало хлопот они взрываются у вас трясется экран и это полнейший ужас и полнейшая жизнь и нас ложки у меня даже какой-то момент изрядно пригорало не в этот раз не в этом прохождении но до этого конечно же это была жизнь то есть я свою сторону смотрел со спины прилетали паучки начинали прыгать взрываться вас трясется экран у вас отнимается хп и вы по своим даже паучкам не можете попадать толком потому что получаете дэмэдж как бы и тряску экрана как бы да то есть это такая вот не самая лучшая тема здесь я стал за спиной за спиной как бы своего товарища не самое лучшее решение и уже пытаясь как бы выбраться и поработать по турельки я думаю здесь можно найти гораздо более лучшие точки дряс для стрельбы по по турельки именно по турельки той задачи здесь нести турельку тогда вот эти плотные боты ребят перестанут эти плотные боты которые светят вас зеленым лсу замечу что вот эти противники которые светят в нас зелеными лсу вот этими да они очень таки мощные очень крепкие очень прочные и вариативность конечно же в игре они тоже или прохождению конечно же спецоперации марс они добавляют вот в данном случае мне остается очень очень мало хп поэтому я немножко с его здесь пытался отыграть как бы вот но уже мы тихонечко как говорится пробираемся далее повторюсь что команда очень таки неплохая была очень сильная и по нашивкам наверное вы видели что они прошли на ноль спецоперацию восход на уровне профи то есть они ни разу не погибли и блин ну такие ребята конечно же но если быть честным говорю что мы я не знаю большинство людей скорее всего именно игроков нашей команды вот здесь до нашего отряда прошли именно багом эта тема я тоже конечно же багом это все дело прошло я не проходил специально я шел за штормовика но получилось так вот что удалось пройти на ноль и я этом бессловно конечно же рад ребятки проходим далее и здесь у нас некие комнаты смерти аналог аналогия точнее со спецоперация восход там были коридоры из коридоры смерти мы их так называли а здесь у нас комнаты смерти здесь принципе тактика достаточно простая просто именно на сложке дат просто день игрок у нас стреляет остальные должны достаточно быстро уничтожить этих противников желать желательно стрелять по головам да есть щиты за которые может упасть об этом говорил хаймзон то есть если например какой-то бот упал защитным если вы попали ему в тело он как бы получил дэмэдж он упал ну как бы наклонился упал на колено от дамага да то есть но при этом не погиб он встает и начинает распиливать вашу команду примерно вот таким вот образом от него можно тоже и ребят если у вас остался один бот там можно от него спастись но для этого нужно кидать слепым кидаете в этого злобного бота который там выжил слепым например под ноги по очереди кидаете да то есть и он соответственно начинает от него убегать то есть вот в этом плюшки как бы есть бота боится гранаты когда граната прилетает ему под ноги конечно же ваших граната туда не пролетят но почему-то вот слеп он реально шарахается как бы на то есть по крайней мере я видел то есть игрок кидает слепую начинает убегать в первую очередь а потом уже типа еще и слепнет и у вас есть шанс не быть убитым и успеть проскочить под дверь ребят дверь начинает постепенно открываться в следующую комнату смерти не вы туда можете как вариант попытаться успеть в подкате как бы уехать но не делайте это слишком рано потому что можете упереться как бы в эту дверь куа сидя пролезть вам будет гораздо сложнее придется дольше ждать ну так же замечу ребят что здесь все это дело появление ботов появление турелика но как бы сказать ну такие статическая да и в каких-то комнатах будут появляться только турельки то есть динамики здесь никакой нет а в каких-то комнатах будут только боты и как возможно вариант плюс турельки то есть здесь чем дальше комната тем она как бы сложнее и тем наверное интереснее вот ежели в первых вариантах прохождения я шел с откровенно сломыми игроками то есть бывало такое на здесь всех убивали то есть мы не успевали уничтожить там турельку не уничтожить ботов и нас разбирали мы с помощью резок как-то что-то там пытались пробежать ребят если вы будете идти на сложку достаточно слабой командой на рандоме без связи то советую как вариант сразу резку не брать и ждать там до буквально двух трех секунд особо не затягивайте и уже там надо когда останется две-три секунды уже тогда брать как вариант на сложке то есть сразу я знак воскрешения не тратьте поскольку это вам все равно не поможет все равно не уничтожите бота который находится за вот это непробиваемой стеночкой вот в дальнейшем сложности небольшие конечно же возникали в тех местах где нужно было уничтожить сразу две стороны а в идеале на профи как это будет происходить скорее всего на профи ребят нужно будет уничтожать или сбивать одновременно две вот эти стороны то есть когда вы заходите в такую комнату где две вот эти красные стенки два вот две защитные такие стены да вот то вам придется как бы поступать таким образом что два игрока берут а вот эти снаряды один стреляет в одну стенку другой в другую и как бы три игрока распределяются таким образом что двое смотрят в одну сторону один смотрит другую сторону и скорее всего как вариант даже таким образом действовать что игроки которые стреляют из rpg они должны помогать и уничтожить ботов именно одному игроку который один типа смотрел свою одну сторону как бы то есть как вариант именно при распределении дамага то есть это наиболее эффективное распределение наиболее эффективное и лучшее вот но при этом нужно же учитывать чтобы вы и уничтожили одну сторону и также помогли добить игрокам но с скажем таки которые пытаются уничтожить вот этих роботов и слушан точнее ботов и турельки на другой стороне то есть в дальнейшем я думаю когда мы выучим полностью спаван этих и ботов и спаван турелек на этих комнатах смерти будет гораздо проще потому что мы всегда будем знать где какие появляются где появляются боты где появляются именно турельки и будем правильно распределять свой свою огневую мощь огневую мощь именно своей команды но это ребят что касается пробки с ложку пройти оговорюсь гораздо легче то есть она как бы самое главное более-менее нормальные игроки вас были в теме все у вас конечно же получится вот а со временем люди я думаю с легкостью будут проходить поскольку все таки 5 знаков воскрешение когда люди научатся проходить все это дело через месяц два через три или четыре или пять месяцев будут все это дело проходить вообще на изи через полгода пролетать будет ребята пролетать будете данную спецуху только в лед то есть зашли из ложку без проблем пробежали там на улице кто-то гоняет к сожалению лихач какой-то и здесь мы выходим уже на улицу скажем таки ну на поверхность некую да вот этой базы и распиливаем также немалое количество противников здесь ребятки также появляются новые вариации скажем таки обычных ботов да это всего лишь как бы вариации ботов это смотрите с точки зрения разработчика да то есть это поменять модельку ребят бота перекрасить его скин некий да то есть сделать не зеленая красный скин вот добавить ему некое количество хп например и при этом он как бы становится более мощным по уровню но замечу что разработчики ребята тут благо сейчас в команде хаймзона научились создавать спецухи по моему пониманию почему прежде всего плюсы для себя вижу я то есть ранее такого как бы может и особо не было но звуки игры да то есть звуки это геймплейная составляющая звуки это не просто какое-то окружение да а многие вещи они завязаны на звуки это конечно же огромный огромный плюс то есть звуки является частью геймплея то есть когда начинает заряжать свое оружие босс там или еще что-то даст свою имя пушку либо что-то и это как бы круто вы всегда можете по звукам ориентироваться когда игра позволяет на геймплей на ориентироваться по звукам а не только то что вы видите у себя на экране как бы да то это гораздо круче это гораздо офигеннее и в этом плане я хочу сказать да это замечательно также ну хотя и ранее это делалось то есть типа на спецоперации припять когда заряжается богомол или что-то но на спецоперации восход мне не особо нравилось когда типа вы положили на скажем таки седа 2 на колени но при этом ничего не слышите как бы да а иконку возможно не всегда заметить эту силу от если на легкой на сложке иконки есть что с этого 2 упал на колени то на пробке этой иконки нет и услышать то что он там на коленке упал это очень непросто по крайней мере это больше меня скажем таки раздражать да 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 ребят это раздражало на спецоперации припять на припяти ребята это реально раздражало поскольку мы уничтожили вот этого валили седа обычного седа с катаной с пистолет и с пистолетом на колени при этом не слышали то что он упал на колени как бы не слышали не видели точно не скажу сейчас на сложке есть иконка там или нет по-моему даже на сложке там иконки не было вот нету наверное и это реально печально ты столько стараешься при этом ты просто не заметил то что он упал и и все и ты тебе придется опять заново дамажить этого противника седом вот как то так это как бы на такой себе игрокам должно быть легко играть игра должна звуками своими иконками всегда нам помогать это очень важно это игра для этого и как бы создана до чтобы звуки они были всегда вот вспомогающий такой частью но это такое некое лирическое и техническое отступление построение геймплей если так можно выразиться далее ребята вот там скажем таки и такой небольшой ангарчик где нам нужно двигаться за вот эти вот эту установка или как бы вот этим блоком который передвигается дали погрузчик это я едет что-то в этом духе кстати да этот погрузчик в конце типа или контейнер он это лику это комната на колесах она типа поднимется наверх и мы в нее зайдем то есть я сейчас уже понял что это за комнатка которая едет или передвигается вот при этом нам нужно уничтожать ботов которые спавнятся на противоположной стороне что касается ребята уровня сложности профи то здесь то там точнее вам придется очень не просто в этой месте то есть от вашей команды игрокам вашей команды потребуется очень такие офигенная меткость то есть стрелки должны быть и мега точными мега быстро уничтожать противников на мы при прохождении например с ложки сразу распределялись кто смотрит вниз кто смотрит вверх но он оговорюсь все очень важные такие нюансы ребят сейчас вы наблюдаете прохождением данной спецухи марс ребят на максимальных настройках графики то есть графика здесь выключена на максимум и уничтожить ботов на максимал очках ребят очень непросто поскольку тут и fps а поменьше и технический игре приходится отрисовывать и много лишнего то есть это грубо говоря да то есть если например мы стреляем из плазменной пушки там вот все эти эффекты нужно отрисовать если даже мы стреляем из пулемета нужно отрисовать и вспышки и прочие такие вещи и и плюс там ребята мои команды стреляют плюс дымы плюс спрайты и уничтожая ботов просто наи ужаснейшим образом потому что эффективность моей игры просто ребят отвратное и отвратительное хочу это отметить то есть в идеале если вы хотите максимум выжить из или я давайте я буду говорить за себя я хочу выжить максимум из своей игры из как бы чтобы я был максимально полезен для своей команды при уничтожении противников я должен ну как бы для себя выкрутить настройки графики полностью на минимум причем желательно это сделать до запуска с до запуска спецоперации предположим на припяти если вы будете менять графику на припяти ребят не делайте пожалуйста этого это очень печально может закончиться потому что на припяти если я менял графику то там реально наступает какая-то ночь непонятная то есть ничего не видно такое ощущение что попал на марс и приходится менять настройки полностью на минимальные обязательно убирайте тени ребят если на припяти вы что-то там поменялись графика обязательно поменяйте все на минимум тени убедите полностью ребят иначе вы ботов не будете видеть то есть тени на минимум выкрутите тогда хоть как-то вы ботов будете видеть но желательно настройки графики ребят до зап точнее уже при запущенной спецоперации припять ребят графику не трогайте на спецоперации припять повторюсь вот здесь не знаю можно это делать нет на на восходе вроде проблем не наблюдалось по крайней мере я не помню что касается ребята противников седов 2 я здесь уже заболтался к сожалению извините меня за этом но вы видели что мы их просто багами да мы чертовы бага юзеры говори прежде всего за себя потому что я хотел этим пытался заниматься этими на уровне на легком уровне сложности поскольку тоже посмотрел стрим хаймзона димы крымского и ракутагина но прежде всего конечно же рупор был представлен там именно михаилу хаймзону и менеджеру компании mail.ru то есть они фактически двоем рассказывали что-то обсуждали и они как бы ну грубо говоря безобидно они узурпировали узурпировали скажем таки на возможность пройти то есть то что мы увидели мы увидели там впервые они как бы специально для себя вот ну как бы себе такую эту сделали плюс они вот узурпаторский так поступили они только сами прошли и мы могли это видеть у них то есть впервые на прохождение могли данной спецухи марс мы могли увидеть только у них они как бы вот так вот сделали но при этом как бы дмитрия крымскому там практически не слышали микрофон не был представлен ну и ракутагина тоже как бы сурена по моему да сурен его зовут тоже мы как бы не слышали во время прохождения то есть говорил только хаймзон игре и директор и не директор а менеджера компании мальточка здесь ребята для уничтожения поджигателя поджигатель очень таки своенравные своенравный противник который к сожалению не всегда хочет выходить вариант его уничтожения которые могу вам предложить и первый вариант типа попытаться бегать там перед ним прыгать и но не прыгайте бегать а именно пытаться нас забайтить его чтобы он вышел оттуда то есть об этом ребята и говорили пусть он выйдет на второй вариант некий это просто у него уничтожать его в пиксель не не всегда может это получаться по той причине что некоторые игроки ругались что вот типа не выходит скажем таки выдернуть у него броню там у этого поджигателя в тот момент когда он находится внутри то есть они на это сетовали например яс или вот игроки нашей команды уже говорили что можно типа ну не типа а найти спокойно пиксель то есть когда вы выходите на поджигателя вы видите а у него моделька достаточно здоровая ребят при этом вы не видите как бы его голову лицо вы видите руку ногу и начинаете с пулемета например либо со снайперки работать по его части тела то есть вы стреляете вы вносите дамаг при этом он вообще не стреляет из например из огнемета либо как вариант может начать как бы поливать огнем но вы при этом убегаете например и далее снова выходите и работайте в пиксель потом либо сами забегаете либо игрок вашей команды забегает и выдергивает у него броню но как вариант может получиться так что он там куда-то сместился прижался каким-то креслом к этим вот которые там установлены да как бы вот сиденьем там не знаю и соответственно вы уже сзади не подбежите не сможете выдернуть у него часть брони вот поэтому как бы будьте бдительны в этом плане и выбирайте вот два варианта как говорится я вам прикинул но лично я бы уничтожал его только в пиксель думаю большинство людей будет именно этим заниматься то есть они будут выходить находить пиксель просто дамажить этого поджигателя один игрок будет забегать выдергивать броню и таким образом они будут его уничтожать на другой вариант самый такой это типа попытаться его выманить если там действительно он где-то забагается станет спиной к стенке то лучше забайтите его на то чтобы он оттуда вышел и здесь вы спокойно с ним разберетесь но будет будьте бдительны там из комнат время от времени выбегают боты палочники и они на уровне профи я думаю спокойно вас могут там с двух ударов снести и на сложке они тоже хлопот доставляет что касается обычных противников сет 2 то к сожалению мы вот такие люди которые их багали и баг заключается в том ребят как вы видели у себя уже на видео записи извиняюсь что это озвучиваю позже но мы просто вставали под седов и делаю это не только я делают это и другие игроки вот такие мы нехорошие то есть как вариант разработчики могут могут пофиксить эту тему типа что есть то есть вы встаете под седу он спрыгает прямо на вас и вас убивает ваншотит я бы пошел дальше например если я бы хотел подколоть игроков я бы нарисовал такую анимацию что цвет спрыгивает и запускается анимация что он вашему персонажу дает пенделя например да ну не убивает а просто как-то откидывает вот этим пенделем или что-то там на этот степ и анимацию долго и сложно рисовать ребят причем там надо много чего проработать там если такой физик уводить но было бы это хайпово наверное и ржачно иногда к играм нужно подходить также с юмором но со здравым вот они каком-то там каким-то там пошлым и что-то в этом духе вот поэтому противники седы 2 они достаточно легко багаются просто на на ура на спецоперации марс уровне легко ребятам падает всего лишь один противник седа вам на спецоперации уровне сложно падает два противника сед 2 поэтому подходим к этому к этим местам под встаем под этих сед 2 то есть и потом один игрок отходит там видно сверху смотрите наверх и видите как эти седы 2 на по рельсам приезжают то есть вы по нити всю эту тему встаете под ним потом один игрок какой-то отходят и вы все пятером зажимайте вы зажимаете в седа который упал а другой же игрок стоит под этим седом под другим седом под вторым который остается наверху и и блочи ту как бы дают ему спрыгнуть то есть вот такая вот достаточно примитивная легкая тактика но при этом она достаточно эффективна и очень как бы такая очень сильно она помогает реально не приходится там бегать и играть в прятки или в карусельку какую-то водитель против этого седа 2 который соответственно с гранатометом а если они вдвоем то они могут достаточно быстро закидать и не самых расторопных игроков вашей команды если так вот можно все это дело подвести далее ребят проходим также здесь мы видим что отстреливаем противников это уже мы играем за седов собственно говоря и ведем огонь по противника с оружия аркус вот так что касается уничтожения вот этих седов ребята то есть когда вы играете за седа против седа то ребят обратите внимание что особо не торопитесь на сложке на легкую еще можно побегать по разбойничать а вот на сушки не торопитесь потому что когда по вам ведут огонь именно боты огромное количество ботов то они достаточно у вас может трястись экраны это плохо это ужас как выводит как бы ну именно вас ваша эффективность теряется когда трясется экран здесь обратите внимание я стреляю из второй модификации это снайперская винтовка некая да скажем таки у оружия аркус и сразу ребят стараясь переключить на циферку 1 на некий режим автомата до плазменного автомата то есть вот таким вот образом мы уничтожаем этого бота этого эту коробку робота либо как бы я сказал песика робота песика обе и именно вот таким вот образом том и то есть я стреляю ребят и делаю из плазменной пушки обратите внимание до перегрева самый основной ребят не сказал и из плазменной пушки ребят когда вы стреляете вот именно в режиме снайперской винтовки то делай вы можете делать безнаказанно 4 выстрела 5 выстрел это перегрев вашего оружия поэтому делайте четыре выстрела 5 не советую делать на пусть 5 выстрел как бы Оставляйте пятый выстрел И охлаждайте свое оружие Самое главное, ребята, ни в коем случае Не нужно перегревать оружие То есть сделали 4 выстрела со снайперки И ждите, пусть она охладится Это будет быстрее По таймингам, ребят, будет быстрее Это Михаил Хаймзон сказал Огромное спасибо, как бы, но Миша Спалил огромное количество тактики Я думаю, немалое количество игроков Они бы просто бегали Они бы просто бегали и стреляли Ну я, например, ну бас полный, я бегал, стрелял Перезаряжал, якобы, да, перегревал бы ствол И постоянно он бы у меня там охлаждался Перезаряжался, что-то в этом духе И это неправильно, вот Неправильная тактика у меня была бы, конечно Поэтому сейчас вот выводы такие При использовании некой снопы вот этой, да Оружие, плазменного оружия Аркус, то есть стреляете 4 выстрела И пятый, ребят, выстрела оставляете С правой стороны экрана Говорит, справа снизу Там есть полосочка и ждите, пока она С желтого уровня там станет белым И полностью, как говорится, пропадет Тогда ваше плазменное оружие Оно как бы охладилось Если так можно выразиться И вы снова можете делать вот эти 4 выстрела В варианте снайперской винтовки Далее, ребят, заходим Внутрь, внутрь вот Этого отсека Здесь, ребят, 5 комнат И все вот эти 5 комнат Вы должны найти и ни в коем случае На уровне легко и на сложном уровне Не заходите по двое, как бы, да То есть я думаю Если у вас Ну, как бы, я думаю Вы и так справитесь Там ничего сложного нет В этих комнатках Особо сложного нет Но есть небольшие хитрости Говорить И за это тоже плюс разработчикам Я где-то на легком уровне сложности На сложке бегал и На сложке, на сложке На легком нет На легком все просто А вот на сложке, ребят Добавляется такая механика Что для уничтожения турелек Которые находятся на потолках, да Ребят, то там, как бы, сказать Вам нужно выключить некие красные фонари Или красные вот эти аккумуляторы Аккумуляторы, да Да, Хаймзон нам, по-моему, говорил Именно Миша говорил Что это аккумулятор То есть стреляете по аккумулятору И после этого вырубается силовое поле Вот этой турельки Тоже прикольно Достаточно сделано И на профи, я думаю У игроков неких будут возникать проблемы В том плане, что нужно высунуться Под турельку Практически под огонь турельки Нужно выстрелить в этот аккумулятор Умудриться Затем уничтожить турельку Дальнюю турельку Которую находится сзади То есть это достаточно-таки Проблематично будет на профи Если Но опять-таки я не знаю Насколько силен будет дамаг От ботов на уровне профи То есть если это будет что-то типа Харда Там, например, да То есть С трех пулек турелька будет обивать Ну и чисто теоретически Я шучу Такого, конечно же, не будет Вот То это будет очень непросто Но в остальном Нужно быть более Нужно быть здесь более Тоже бдительным И сразу разгадать Эту некую Логарифмическую задачу Видим, что Мне нужно вот вырубить Вот этот фонарик Как бы Аккумулятор точнее И уже добить Вот эту вот Турелечку То есть делается Это не прямо-таки Все на изи Будьте аккуратны Ищите вот эти фонарики И вырубайте Аккуратным Ну скажем-таки Неторопливым Саевовым способом Уничтожайте эти турельки Которые находятся на потолку На потолке точнее И в момент того Когда у них пропадает Вот это силовое поле Силовое поле пропадает У турелек Которые Как бы Только после Выстрела по красному Аккумулятору Обратите внимание И первоначально Когда я попал на сложку Я немножечко даже зацепил Типа А что же делать Здесь Как бы Вот как-то так Но благо Миша Михаил Хэмзон Все это дело Как говорится Он на стриме Еще спалил Поэтому Я посмотрел стрим И уже многие На многие вещи У меня были ответы Здесь ребят В этой комнатке В последнем И последней Тоже Будьте аккуратны Особо не торопитесь Здесь против вас Будут выходить Черные Седы Черные Седы Несколько раз Появляются В ходе прохождения Данной спецоперации Марс Они появлялись Также в середине Где-то Данной спецухи И они Очень-таки Бронированные Именно вот эти Черные Седы И даже На сложке Ребят Возникает Там ситуация Вот в самом начале Ну не в начале А в середине Где-то Да Можете посмотреть То есть там Был такой момент Когда мы Прятались И нужно прятаться За Бэхой То есть там БТРка И прячьтесь Именно в том месте Где прятался я То есть Там БТРка Стоит Вот эта некая Да такая Марсианская И камни То есть там Офигенное место Можете перемотать Искать там Офигенное место Ребята Мега крутое Вот Иначе На сложке Я сидел Где попало Первоначально На сложке И там Достаточно Быстро Нас убивали Но в дальнейшем Мы тоже Не самым лучшим образом Все это дело Проходили Поскольку Игроки Не всегда Знают Откуда Еще не всегда Выучили И запомнили Откуда И где Появляются Вот эти Противники Вот эти Мощные Седы Два Черные Седы Вот Здесь Ребят Повторюсь Что в последней Комнате Не нужно Было Торопиться Потому что Там Вот эти Плотные Седы Они Очень Бронированные И могут Вам Отвесить Люлей Поэтому Не нужно Торопиться Тем более Если у вас Нету Много Знаков Воскрешения Здесь же Ребятки Появляется Снова Этот Робот Оби Вот И Также Здесь В данном Варианте Я стрелял В него Уже Из самого Мощного Плазматического Таких Вариантов Данной Пушки Плазма Пушки Да Вот Из третьей Модификации Самой Мега Крутой И В дальнейшем Уже Пытался Также Помочь Игрокам Своей Команды Переключая Переключая На циферку Один То есть Здесь Видите Я стреляю С мощного Оружия Ребят Да То есть Сделал Два Выстрела Из мощного Оружия Повторюсь Или Точнее Уточню Самой Мощной Модификации Данного Ствола Вашего Можно Стрелять Безнаказанно Только Два Раза Два Раза Выстрелили Это Безнаказанно При этом Смотрите Как делаю Я Я стреляю По роботу Обе Именно Двумя Выстрелами Затем Жду Охлаждения И Когда ХП Уже Как бы Заканчиваются Точнее Броня Снимается У этого Робота Я Сразу Нажимаю Циферку Один То есть Циферку Один Нажимаю И Переключаю Оружие На Режим Режим Автоматического Огня На режим Как бы Плазматического Некого Автомата И Стреляю Уже По Этим Штукам Которые Взлетают Из Вот Этого Робота И Сами Себя При этом Дамажит Если Вы Уничтожаете Надим Также Плюс Разработчикам В данном Случай Как Увидели На Сложке Могу Отметить То Что Сложке Спецоперации Марс То Есть Мы Его Продамажили И Он Лежит Как Бо Нас Ждет Грубо Говоря Он Лежит Вот И Не Выходит В Рлоу То Например Типа Ты Не Успел К нему Подбежать Он Снова Встал И Мне Чтобы Я У Его Уничтожил Конечно Без Проблем Оставили Кстати Огромное Спасибо Команде Ребят Вы Красавчики То Есть Мы Прошли Все Это Дело Всем Спасибо Вот Заранее Игрокам Наши Тима В данном Случа У себя Вы Видите Ну То Что Вы Видите У себя На Экране Ребят Что Касается Вот Этого Босса Босса Некого Робота Паука Вот То Здесь Ребята Стреляем По Вот Этим Модулям И Здесь Уже Не Всегда Стоит Охлаждать Вот Это Ваше Ну То То Я Стреляю Конечно Ввиду Огонь Именно С самой Мощной Конфигурации Данного Оружия Плазматического Именно С третьей Модификацией И Соответственно Здесь Ребятам Не Всегда Нужно Охлаждать Ствол Обратите Внимание Иной Раз Нужно Сделать Три Выстрела Поскольку Вот Эти Зеленые Штучки Они Закрываются Поэтому Будьте Бдительны Как бы Именно Если Только Зеленые Штучки Появились Вы Стреляете Потом Соответственно Ждете Охлаждение Например А потом Уже Делаете Три Выстрела То Есть В идеале Я думаю Можно Пять Выстрелов В таком Случай Сделать Что Касается Тактики Здесь Многие Игроки Здесь Будут Тупить Здесь Ничего Сложного Нет Если Понять Как Это Все Дело Ребят Работает Самое Страшное Место Которое Здесь Есть На Уровне Даже Сложки Ребят Это Не Лазеры Вот Эти Красные Их Особо Ребят На Сложки Не Бойтесь Они Вам Не Причинят Боли Страданий Эти Лазеры Смотрите Я Просто Бегу И Пробегаем Лазеры Снимают Максимум 50% ХП На Уровне На Спецоперации Марс Уровне Сложно На Легкой Они Снимают Еще Меньше Я Видите Отрегенился Что я Делаю А я Отрегенился И снова Пробегаю Через Эти Красный Лазер Ребята Там Иногда Че Те Кто Не Знает Они Бегают Там Куда Там Бегут Да Я При Этом Как Просто Пробегал Пробегал Через Лазер И Вот Данный Момент Я Решил Перебежать На Другую Сторон Но Самое Страшное Место Ребята Это То Что Только Что Сейчас На Экране Вот Вы Видели Я Пробежал Там Ни В коем Случа Надолго Не Задерживайтесь Именно Надолго Там Красные Светофоры Вот Ребят Когда Горят Это Смерти Подобно Они На Сложке Даже Очень Быстро Зеленые Еще Можно Подождать Можно Пожить На Желтые Уже Как Бы Критично Нужно Оттуда Сваливать И Вот В конце Видите Я Убежал То Все Нормально Меня Вот Эти Поляники С Этими Пипетками Электрическими Они Меня Не Убили Они Очень Такие Страшные Поэтому Ребят Лучше Через Лазер Даже Прибежите Главное Посмотрите Пробегите Точнее Главное Чекайте Своё ХП Ну И Стреляем По Этим Зеленым Модулям По Тактике Ребят Сразу Говорюсь Желательно Делитесь Как Минимум На Две Команды Чтобы Две Команды Точнее Половина Игроков Была С Одной С Другой Ну Хотя Бо Три Игрока Были С Небольшие Штучки Там На Вот Этом Боссе Пауке Да То есть Вам Нужно Их Ломать А Видите Что Они Появляются С разных Сторон То есть И с той Стороны Вот Эти Зеленые Штучки Есть Да И с Этой Стороны А Просто Напросто Безнаказанно Прибежать Через Все Лазеры Вы Не Сможете Как Да То есть Обратите На Это Внимание На Уровне Убивали Чтобы Уничтожали Вот Эти Все Зелененькие Штучки Без проблем А Рассчитывали Сколько Попаданий Вам Нужно Сделать Я Думаю Ребята Задроты Когда Все Это Поймут Как Делается Они Без проблем Будут Проходить Здесь В данном Случа У себя На С Первой Некой Атакой Вот Этого Босса Баука То есть Мы Уничтожили Лазер Теперь Он Будет Бить Ногой Ребят Что Касается Удара Ногой И Количество Дамага На Сложке Вот Эти Ноги Ваншотят Если Вы Остаетесь На Полосе Вот На Этой То Видите Смотрите Что Сдел Я На Экране У Себя Вот То Что Вы Видели Нода Начинает Говорить О том Что Ребята Кажется Он Хочет Ударить Вас Ногой Что То В Том Духе Через Буквально Секунду Через Секунду После Этого Ребят Даже Через Две Секунды Идите И Дергайте Рычаг Как Нужно Дергать Рычаг Нужно До Конца Ждать Пока Дернется Этот Рычаг До Конца Ждать Не Просто Взять Нажать Кнопку Е И Отпустить Нужно Нажать И подождать Пока Она Практически До Конца До Едет Полоса Загрузки Получается Что Вы Делаете Нога Эти Четыре Ноги Они Бьют Только По Определенным Зонам Когда Я Включаю Зеленую Зону Я На Него Убегаю И Жду Как Вариант Удара Видите Я Убежал На Зеленую Зону Ребят Паук Ударил Своей Железной Здоровой Ногой По Платформе Ее Помял Даже Да Вот Как Но При Этом Он Не Продамажил Меня И Не Убил Меня На С Ложке Он Б Меня Убил И Мы Убежали На Зеленую Зону Здесь Я Бегаю Снова На Другую Сторону Врубаю Рубильник Убегаю Как Говорится Здесь Я Просто Решил Перебежать И Так Вот Ребят Надо Вам Уничтожить Четыре Ноги Самое Такое Такие Нюанс Нюанс Ребят Всего Этого А Ни В коем Случа Не Стойте Только В том Месте Где Вот У Него Уже Сломанная Нога Ребят Он Вот Этот Робот Паук Он Бьет Также Сломанной Ногой То Именно Ногу Вы Ему Поломали С С Модули Поломали На С Ложки Повторюсь Чтобы Сломать Один Модуль На Ноге Ребят На С Ложки Требуется Два Выстрела На Спецоперации Марс Уровни Легко На Ногах Вот Когда Он Бьет Ногами Вот Эти Зеленые Штучки Там Требуется По Ним Всего Лишь Один Выстрел Для Уничтожения Вот Этой Штучки Зелененькой Вот На Ложки Два Выстрела Требуется Это Уже Как Бы Сложнее Да То Есть Там Дольше Приходится По Таймин На С Ложки Я Один В Принципе В Дальнейшем Научился Один Уничтожать Эту Ногу То Есть Он Бьет Ногой Он Меня При Два Выстрела С Одной С Другой Ну И Здесь Вот Мы Последнюю Ногу Видимо Добиваем На Сложке Ребят Появляется Второй Вид Некой Атаки Это Заряд То Заряд Эми И Время От Время Робот Паук Будет Пытаться Зарядить Именно Вот Это Убийственную Эми Атаку Эми Атака На Сложке Тоже Ребят Ваншотит На Легкой Я ее Вообще Не Заметил Если Честно На Сложке Она Ваншотит Эми Атака Поэтому Ребята Когда Он Начинает Заряжать Эми На Сложке В одного Вы Не Сможете Сбить Эми Я На Сложке Делал Три Выстрела Из Плазменного Ружья Третьей Модификации Но Этого Не Хватало Чтобы Сбить Эми Атаку Там Нужно Как Минум Пять Выстрелов И Четыре Как Минум Да То Собственно Говоря Вы Сбиваете Эми Атаку Поэтому Ребята Эми Атака Она В графическом Плане Я Играю На Максимал Очках Она Выделяется То Что Все Начинает Цветиться Красным И Нода Кричит Что Он Заряжает Эми Ребятки Будьте Бдительны И Вы Должны Обязательно Сбить Эми Атаку Иначе Сложки Ваншот Не Всех Кто Там Только Находится Это Очень Печально Но В данном Случа Ребятки Мы Полностью Все Это Дело Прошли Паучок Не Сложный Главное Будьте Бдительны Действуйте Примерно По той Тактике Которую Увидели У себя На Экране Когда Нода Кричит Что Он Кажется Хочет Ударить Вас Ногой И Ловите Тайминги Дергайте Рычаги То есть Через Две Секунды После Этой Фразы Дергайте Рычаг Уходите На Вот Эту Опасную Зону Где Там Зеленые Желтые Фонари Горят Стойте Там Какое То Время Он Ударил Ногой Кстати Когда Ударяет Ногой Повторюсь Ребят Когда Робот Ударяет Ногой Иконка Появляется То есть Он С первого С первого Робот Вот Этот Он Поднимает Ногу Извиняюсь Что Затягиваю Но Я Тактику Должен Объяснить Он Поднимает Ногу Наверх И Вы Это Можете Увидеть И Что Нога Наверху И Светится На Сложке По крайней Мере Подсвечивается Все Это Дело Иконкой По Какой Платформе Робот Паук Ударит Ногой Все Очень Просто Офигенно Сделано С точки Зрения Геймплея На Сложке Все Просто Понятно Нужно Только Обращать Внимание И Научиться Сложку Без проблем Пройдете Главное Поймите Как Действовать На Боссе Босс Самое Непростое Было И Когда Мы Первый Раз Пошли Сложку У Игроков Не Было Знаков Мы Слились Но Мы Как Говорится Изучали Эту Тактику Я Немножко Прифигел На Боссе Реально Сложновато Это Было Первое Прохождение Вот Такие Дела Ребята Получили Некое Количество Корон Получаем Награду За Сложку Ребят Получаем Награду Вот Это Оружие На Один День За Прохождение Спецоперации Марс На Легком Уровне Сложности Получаем Любую Пушечку Рандомную Всего Лишь На Шесть Часов За Сложку Ребят Получаем На День Вот Такие Вот Дела Ребята Всем Спасибо За Просмотр Высказывайте Свои Мнения В Комментариях Всем Удачи Удачного Прохождения Спецоперации Марс На Уровне Сложном Всем Счастливо